Добрый день. Мы сейчас ездим с аэропорта Тиват в Герцк-Нове. Вот маршрут на автобусе конкретно. Что я могу сказать? Я сейчас расскажу, сколько стоит, что. Значит, с аэропорта Тиват до автостанции Тиват мы шли где-то с километром. И купили билет. Билет, значит, стоит на одного человека до Герцк-Нове 4,50. 4 евро 50 центов. Ну, как сказать, это немного. А на такси здесь, значит, ездят бомбилы, предлагают по 20, по 30, чтобы довезли конкретно до этого. А до парома, если везти? А вон аэропорт, вот его видно. Да, вон терминал. Да, вот это аэропорт. Аэропорт Тиват? Да, Тиват. Вот мы сейчас проезжаем. Значит, погода сегодня, сразу скажу. Погода сегодня, значит, 17-18 тепла. Жарко, но облака стоят, смотрю, кучевые, такие темные, нависшие. Но не сказать, что они холодом веют. Нет, здесь тепло, хорошо. Солнце пробивается. Может, завтра уже этих облаков не будет. Ну, в общем, 12-е сегодня феврале, 2020 год. 17 градусов в феврале здесь, в Черногории. Вот такие пирожки. 14-го будет фестиваль. Да, значит, сегодня 12-е, значит, до 14-го числа в самом Герцог-Муме будет фестиваль цветов. Называется «Цветы мимоза». Там будет демонстрироваться все. Ну, значит, там непосредственно собственный там рынок будет. Значит, презентации, значит, дегустации там этих вин. В общем, потом, значит, ну, это как бы будет праздник конкретно. Где бесплатно, где заплату все будут раздавать. Ну, в общем, рыбный день, короче, будет там все. Вот типа рынка. Рынок такой длинный будет. На полуострове называется. Значит, 27 километров от аэропорта до Герцог-Нови. Едем через Котор. А через Котор ехать где-то будет немножко подальше. Получается, может быть, часть с лишним придется в автобусе проехать. Вот такой вид на горы. Вот смотрите, вот вдалеке горы. Ну, не красиво так смотрится все. Они уходят как бы вот облака. Не прогадали. Приехали именно в это время. Думали, здесь дожди будут. Или погода какая-нибудь плохая. Нет. Здесь все сейчас сухо. Совершенно сухо. Вот только так нависшие кучевые облака вот такие. Ну, как бы у нас, как в России, называются дождевые облака. Но пока с них ничего не падает. Никаких осадков. Никаких осадков. С Москвы вылетали, был снег. Да. А в Москве там слякоть, грязь, короче. И снег. Да, и снег. Вот, смотрите, видите, как... Ой, вот гора такая мощная. Какая красота. О, вообще. Вот вид такой. Гора скрывается за облаками. Вот прям видно ее. Вид внушает, как бы сказать, доверие к красоту. К Черногории. Сейчас подальше отъедем. Здесь вот эта лесистая местность пройдет. Там уже будет гора поближе. И вид будет получше. Вот сейчас вот. Вот и Черногории называется. Черные горы. Черные. Одни горы. Вот. Такую. Вот такие вот... А отсюда вид прям божественный. Красиво, да? Вообще... Вот тут люди живут в таких горах, а? Мало ли какой потоп. Или оползни. Да. Ну вот, посмотрите-то вообще. Вообще. Просто невероятно. Там аж туман. Вот гора. Представляете, нависает гора. Да. Это которка, по-моему. Посмотри какая гора вообще. Шик. Смотри туда. О, мы с тобой приехали. Знаете, когда? Хе-хе-хе. Ну вообще. Смотри. Смотри, какие желтые ополосные. Хе-хе. Вот не ополосные, а порода. Порода, наверное, скальная такая. Да. О-о-о-о. Ты посмотри какая. Катя, смотри, вот может как-то пасть. И все, и дома крышка сразу. Конечно, все снесет. Ужасно. А вот автобусная остановка от Котор. Ну да, автобусная станция. Ну он сейчас заедет, людей захватит. И по ходу мы двигаться будем дальше на Герцкнове. Пока вот приехали. А он долго не стоит, да? Да нет, он сейчас соберет. Сколько народу? Пара-тройка человек и все. Городок не особо большой. А он, стоят. Так, тронулись мы от автостанции Котор. Будем ехать в сторону Герцкнов. Вот. Вот. Какие горы красивые. Вот посмотри, как носит. Вот эта вот скала вот над этим домом. Посмотри, вот дом вот, видишь? Вот оторвется, не дает что-нибудь. И этот дом в лепешку и в пыль. Да. А вот высоко, сейчас я сделаю. А вот, смотри. Крепость. Крепость на ней сделана. Сейчас, я сейчас, сейчас увидишь. Вот крепость, видишь? Вот, 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 вот. Вот эта вот крепость сделана. Крепость. Еще давно, наверное, века. Вон она сделана. Собственно, ручная. Вот эта крепость. На горе. Только ее происхождение надо узнать. Это что там? Вот крепость. Крепость. Видишь, какая? Вот она. Вот она. Крепостная стена. Да, крепостная стена. Ага. Вот. Это к этому времену еще, наверное... 15 века. 15 века, может, еще такого там. Может, еще раньше. С другой стороны. С другой стороны. Значит, там переезжаем. На паром сейчас будем. Потому что это речка. Двери. Хорошо. Да. На двойочек, ты смотри. Старинная. Красивая. Посмотри, какая красивая. 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 Какой туette. Продолжение следует... Ну, вид тут шикарный, да, Кать, смотри, шикарный вид. Вот это да, вот. Смотри туда. Так что переезжаем сюда. На ПМЖ. На ПМЖ. На ПМЖ. Красота. На ПМЖ. 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 Разница с Москвой 2 часа, минус. Сейчас в Москве 4, а у нас 2. 14 часов, а спирт 16. Добрый вечер, друзья, всем привет из Черногории. Вот только что приехали из аэропорта Тиват, заселились в Герцог Нови, значит, вилла Маргот. Вот такая вот хотел Гарни Вилла Маргот. Она находится почти в центре городка Герцог Нови. Вот такая вилла. Я сейчас вам покажу все подробности. Как подъезжаешь вот сюда. На такси приехали от автостанции. До автостанции следовали на автобусе. Вот. А оттуда, значит, за всего лишь полтора евро, значит, таксист привез сюда. Вот автостанции где-то с километр, наверное, будет. Всего полтора евро и привез именно вот в этот отель. Вот. Значит, здесь выдают вот такой ключ, конкретно уже с номером от комнаты. И этот ключ подходит и к комнате, одновременно к воротам. Специально этим воротам. Что заходишь с улицы, никто больше не зайдет, кроме тебя самого. Только жители и посетители здесь имеют возможность зайти. Все закрыл, ключ вытащил и пошел. Вот такой вот вид этого отеля, который находится почти на берегу Адриатического моря. Вот такая красота этой виллы. Мы заселились, значит, на третий этаж, чтобы повыше было, с лоджией, которая конкретно выходит прямо на море. Вот дорожка здесь уже постелена, ковровая дорожка, прям идущая к входной двери в этот отель. Но у нас не входная дверь. Мы сбоку вот заходим здесь. Дороцак. То есть получается завтрак. Именно находится здесь. Одновременно здесь еще и комната для проживания, апартамент. Дороцак. Дороцак. Это внизу. Значит, если поднимем вниз, то там будет завтрак, который будет по утрам. не очень хороший завтрак. Поднимаемся на второй этаж. На втором этаже и на третьем этаже состав. Так. Первая, поставь шестую комнату. Вот. Значит, это второй этаж. На второй этаже. Вот такая. Разложена пола. И вот комната находится все здесь. Это второй этаж. Но мы поднимаемся еще выше. Вот. Вот. Это третий этаж, где расположены наши апартаменты. Так. Вот налево сразу поворачиваем. Вот приехали сразу. Заселились. Ну, наподобие, что можно сказать? Наподобие студия. Здесь мы, так, стол для приготовления пищи. Чайник. Электрочайник здесь есть. Вот. Потом все принадлежности для... Все посуды. Да, посуда. Вся принадлежность для кухни. Вот эти вот все. Полностью. Кружки, чашки, ложки там и так далее. Потом, значит, тут же моечка для мытья посуды. Вот. В этой мытье встроена, значит, плита двухкомфорочная, электро. Под гнезон находится холодильник. Как бы встроенный. Первый раз такое видно? Да. Первый раз видно. Первый раз такое вижу, чтобы, смотрите, было полностью как тумба. Она тумба. Здесь как нержавеющая такая металл. Здесь получается моечка. Под мойкой тумба. С одной стороны под мойкой. Здесь в холодильник я уже свои продукты положила. Сморозила. Ну, я сказал уже. Сморозила. В морозил хорошо. Да, уже работает. А здесь плита. Как это может быть в холодильнике? Ну, да. Вот у них. И рядом еще, если мало тебе, допустим, вот этих двух комфоров, еще запасная плита из четырех комфоров состоит полностью электро. И с духовкой внутри. Ну, видно, что она совершенно новая. Прям вот еще, вот я смотрю, прям даже, наверное, еще на ней никто ничего не готовил. Новая совершенно. Так, вытяжка. Все здесь есть. Вот. Вид комнаты вот такой. Эта комната как студия. Одновременно здесь, значит, так получается. В холле так заходишь, сразу стоит большой, огромный диван на полу, значит. Ну, к нему, значит, столик такой. Вот. И ковер перед диваном. Ну, а для того, что если, допустим, с ребенком, вот, пожалуйста, здесь, значит, еще и дополнительная кровать. Вот. Отопление здесь нормальное. Мы зашли, они сразу подключили отопление, оно электрическое. Вот. Электрическое. Кондиционер, как видите, вот. Вот. Горячий. Да. Кондиционер есть. Значит, что еще? Вот здесь. Помимо того, сейчас, помимо того, что вот этот вот диван тут, как бы, для гостей, там, в гостиную считается. Вот. Здесь вот еще другая комната есть, но здесь уже как спальня. Значит, двухспальная кровать, такая широкая, большая. Это прикроватные тумбочки здесь, как положено все. Светильники надкроватные. Вот они навесные висят. И здесь еще вот так вот сделана вешалка. А вот еще шкаф. Специально, я не знаю, вот так, для курток. И за дверью, вот за дверью шкаф. Шкаф вот такой. А, сейф. Плюс еще внутри сейф есть. Если надо, пожалуйста, сейф. Сейф. Ну, вместительный шкаф. Хороший шкаф. Вешать давай. Все. Я сейчас это возьму. Да. Так же прикроватные вот эти коврики. Что с одной, что со второй стороны. Тумбочки. И у каждого, значит, светильник на тумбочке стоит. Ночнички такие. Вот так. И столик такой, дамский столик сделан с зеркалом, в общем-то. Вот. С пуфиком, да? Или стульчик? Или стульчик? Или стульчик? Или стульчик? Или стульчик? Типа. Пуфа. Пуфа, да. Вот. Закрывающие такие стеклянные. Стеклянные. Стеклянные двери. Вот эти вот закрывающиеся. Ну, что сказать. Очень хорошо. Ну, самое главное. Сейчас. Фишка. Этого номера. Это вид с этого. Да. Балкона. Ну, сейчас. Мы еще на эту лоджию. Сейчас зайдем. Я еще хочу сказать. Вот. Пол. Пол сделан. Полностью плитка. Плитка. Она переходящая. Санузел. Переходящий. Вот. Сейчас одновременно еще и покажу вам санузел. Ну, санузел. Вот. Биде. Как-то унитаз. Значит, бумага. Пожалуйста. Есть. Четыре запасных комплекта. Так же. Полотенце. Полотенце. Банны. Два. Вот. Здесь за дверью полотенце еще висят. Так. Лицевые. Два. И полотенце одно. Вот. Для ног. Которая лежит на унитазе. Так. Ванна. Что тут еще. Ну. Ванна. Естественно. Это не душевая. Это ванна. Сама конкретно. Полноразмерная ванна. Вот. Вода горячая. Есть. Проверял. Раковина для умывания. Контейнер для жидкого мыла. Полочка. есть. Есть. Вот. Мыльно-рыльных принадлежностей. Стаканчики. Здесь. Пожалуйста. Для зубных щеток. Там. Да. И. Навесной шкафчик. для всех прибамбасов. Кась. Это твой фен? Я. Вот фен. Вот фен. Фен есть, да? А. Вот фен, пожалуйста. Ну вот я дожди видела. Сейчас посмотрим. Как он работает? Дожди видела? Проверила на работоспособность. А. Здесь жидкое мыло. А. Здесь жидкое мыло. Ключи. Проверим. Работает. Ну вот и все. Ай боже, слушай. Все. Отлично. В общем, посмотрели. Комнат санузла. Молодец сказал. Я сказал все тут сказал. А мы это все. Дальше. Вот такой вид открывается. Витя. Терасса. Значит, когда выходишь на лоджию. Вот такую лоджию. Значит, она оригинальная. Значит, не квадратная. А с таким центровым, значит, овалом сделана. А она знаешь, как сделана? Как вот эти лоджии. Да. Вот мы сейчас покажем издалека. Вот такие вот соседские. Соседские. Да. А внизу вот. А внизу вот. А внизу здесь у них сделана. Это как терраса. Это более выпуклая. Здесь у нас немножко поменьше. Поменьше. Но все равно. Достаточно. А там как терраса, значит, с удлиненной лоджией. Вот. Адриатская. 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 Вот такой вид. Горы. Ну, что сказать. За это можно все отдать, как говорят. Адриатская. Вот такая красота отсюда. Невероятно, но факт. Вот. До моря от нас буквально метров двадцать. Ну, двадцать пять. Хорошо здесь по вечерам смотреть, когда солнце уходит за гору. Закат. Погода прекрасная. А сейчас вечер. Сейчас, значит, по черногорскому времени уже четыре часа вечера. А температура на улице где-то градусов восемнадцать-девятнадцать. Вот. Я могу показать, в чем я стою. Только вот маленькая, светерочек маленький. Вот и все. Привет всем. И не холодно. А это февраль месяц. Двенадцатый февраля. Две тысячи двадцатый год. Вот вид. Крыши нашего, нашей лоджии. Красивый вид, красивый пейзаж. Что говорить. Там, на реке Герцкнове. Сам город расположился вот. Прям по всему берегу. Завтра пойдем с утра просторы бороздить этого городка. Посмотрим, чем здесь местные люди дышат, чем живут. Можно ли здесь приобрести, купить квартиру или нет, уехать на ПМЖ и так далее. Ну, короче, все подробности, которые необходимы для проживания здесь, если кто, конечно, мечтает сюда перебраться. Ну, все, пока всем. Будем сейчас приводить себя в порядок.